Музыка Я вот думал перед началом подложить мне какую-нибудь подставочку А я вот, знаете, я то же самое думал Я думал, не прорыть ли мне небольшой туннельчик здесь Это сложнее, это сложнее Потому что ведь телевидение, это штука, которая очень обманывает Вот пока человек не стоит рядом с другим человеком Совершенно невозможно понять, какого он роста Я понимаю, вас когда встречают, наверное, люди, которые часто видят на карьере Я не думал, что вы такой высокий Мы маленький, нет, наоборот Наоборот? Да Мне так всегда говорят странно А знаешь, что это на самом деле зависит? Очень интересно От питания? Нет, от пропорций Если у человека маленькая голова, даже если он маленького роста Он будет казаться очень высоким Зря я постригся Я сейчас подумал Понимаешь, какая ерунда получилась Да Ну, может быть, мы от оскорблений перейдем Ну, наверное, да Теперь можно переходить Что это будет? Блюдо называется салат из тунца Блюдо фактически готово Нам нужно просто... Сесть и налить Сесть и налить Тунец появился в нашей жизни недавно Недавно, это точно Тунец ворвался красной молнией такой Так же, кстати, как перепелины, яйца А перепела были давно Вот удивительно Да Они не неслились Мы просто невнимательно относились к перепела, мне кажется Видимо, да Так вот Тунец мне лично напоминает ту самую скумбрия, по-моему, это было Или сайра Вот такие Когда одни консервы были в магазине Причем одного вида Ты будешь смеяться, скумбрия, в общем, из того же семейства, на самом деле Они близко Тем не менее, тунец Другое Как-то не проходил таможенный контроль в нашей стране Поэтому, в принципе, это можно приготовить с любых рыбных консервов Мы рыбные консервы любим И поэтому с удовольствием смешаем их с овощами Что нам потребуется для изготовления салата, Андрей? Нам потребуется прежде всего ваша помощь Потому что нет вкуснее блюда, чем когда готовишь его с интеллигентным умным человеком Согласитесь, Андрей? А я тут так программ... Поэтому я поручаю вам пить перепелиные яйца Это я сделаю с удовольствием Мы еще будем готовить второе блюдо, которое называется макароны Просто макароны? Вкусные макароны, я бы назвал его Хорошо Вкусные, хорошие и полезные макароны Так может, там параллельно... Расширяющие сосуды, получающие зрелье Поставить их варить параллельно Семь минут успеем ли мы почистить перепелиные яйца с вашей скоростью? Семь минут варятся макароны А нам нужно еще скипятить воду Вот тут я попал в просадку Ты понимаешь, да? Значит, мне нужно взять кастрюлю А ты знаешь, что хочется, почистив перепелиное яйцо первым делом? Сожрать его Андрей, сделайте себе удовольствие Я специально больше заказал Ну как? Вы сейчас чувствуете себя хорьком, который залез в гнездо перепела? Может быть, даже ужом Ужом? Который был вполз Хитрым А знаешь ли ты в чем волшебная сила перепелиных яиц? В этом? Нет Так, а в чем? Не в том, что подумал Как шелестно молодым Так А в том, что они, как ни странно, всегда сохраняют экологическую чистоту, независимо от того, чем травилась матушка перепелица То есть невозможно заболеть от вот этой болезни? Ничего из токсичных вещей, которые перепел может съесть, в яйцо не попадает Все, вода закипает, да? Да Скажи, пожалуйста Скажи, а они нужны тебе целенькими или вот они с утратами получаются? Мне кажется, что можно целенькими Ну красиво смотрится Утраты получаются Видишь, вот где кусочек этого белочка отодрался Может быть, тебе плохой чистильщик перепелиных яиц? Андрей, нет, мне кажется, что... Может, не того выбрал? Того Да Того Ну о чем вы говорите? Вот смотрите Мне кажется, что вот этой миски салата нам хватит Вполне Всегда миска салата Так, а перепелиные яиц мы очищены будем складывать вот сюда Хорошо Теперь, конечно, мне понадобится нож Наверное, это вот это Там есть острые ножи Я бы посоветовал не такой крупной, средней длины Поменьше, третий по счету Вот этот маленький А я, вы знаете, Андрей Да Все-таки настоял бы именно вот на этом На него Потому что у него есть, вот я не знаю, как это называется Вот такой выступ А ты умеешь вот так шинковать? Вот лук можешь так? Я даже и не хочу, потому что Самое вкусное в репчатом луке, которому Годомляет салат, это колечки Это правда, ну а вообще, вот если Родина Прикажет, сможешь так вот? Смогу ли я Если Родина прикажет? Я имею в виду шинковочку Все, что мне прикажет моя Родина, я готов сделать Смотрите, смотрите, смотрите Смотрите, 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 что он делает Я за 12 лет этому не научился Знаете, а я за 12 лет научился только этому Вот между нами какая пропасть, понимаете? Неправда, неправда Не надо кокетничать и наговаривать на себя Вот, ну я могу сказать, что единственным, чему я научился В плане готовки, это, пожалуй, вот как раз вот в нарезании Мне очень нравится нарезать Это вот, наверное, вот эти мопомидоры А вот скажешь так, вот эти вкуснее Вот не поверьте А вот эти мопомидоры, знаете, куда возьмем? Для соуса к макарошкам Пошло Потому что они, мне кажется, более сочные Да, это верно Помягче, такие, немножко даже такие чуть-чуть переспелые такие помидоры Самое главное, чтобы вам доставлял удовольствие процесс готовки, как мне кажется И многие, вот я обратил внимание, включая меня, наедаются В процессе Да, поэтому я вот вам больше не предлагаю перепелиных яиц, Андрей Я бы хотел, чтобы вы попробовали все-таки блюда, которые мы приготовим А сколько вам нужно яиц для вашего блюда? Не знаю, ну, наверное... Вот ровно столько, сколько здесь есть? Ну, пускай будет, да Я вообще, я абсолютно не понимаю пропорций И вот я... у меня всегда салаты получается больше, чем нужно И очень часто в салат приходится докладывать какие-то вещи Или пытаться ловкими движениями вынуть какие-то, наоборот Которых много Очень хорошо зеленый горошек вынимать Да, да, часами можно сидеть и ждать салата с зеленым горошком А скажи, что еще в салат пойдет? Ты импровизируешь еще совершенно? Нет, я не импровизирую Мне хотелось бы приготовить такой салат, я ел его один раз в Италии Так Это был салат... он же называется салат несуаз, да? Вот как, по-моему, правильно произведено Несураз Нет, несураз это то, что у нас получится А в Италии и во Франции, наверное, слово-то французское Он называется несуаз И вот там я ел этот салат, в который было добавлено Небольшое количество сыра моцарелла Причем не вот такого сыра моцарелла, который напоминает перепелиные яйца Да Который мы знаем в рассоле плавают А вот такого, который напоминает... Бурата Ну, мне он напоминает кусок сливочного масла Окей Вам он напоминает бурата А вот это есть сыра моцарелла, да? Это есть сыра моцарелла Мы его потом... Переплавленный, что ли? Он такой, как плавленный, да Не знаю, ну попробуем его нарезать Ладно Так, я бы еще один помидорчик с удовольствием порезал Хорошо Вот помидоры, я вообще не понимаю, как правильно резать Поэтому я их режу всегда по-разному Самое главное и самое мое любимое на кухне, это, конечно, ножи Острые, отточенные ножи И вот не важно, что ими делать Даже царапать на крышке стола фрагмент из песни Михаила Круга, например Или просто круг какой-нибудь чертить Вот как-то так беспорядочно помидору Хорошо, хорошо Беспорядочно вот так вот Хорошо Мне так кажется, что вот так вот Да, в этой бесистенности видится какая-то большая свобода Так, мне хочется быть таким легким, свободным Да Как вы, Андрей Из всех видов лести, самое действенное, грубо Безусловно, я помеду и об этом Ну вот, я закончил, по-моему, с яйцами Браво Сейчас, последнее, последнее Последнее, ну давайте Тогда Репчатый лучок Репчатый лучок А может быть красный лучше? А есть красный? Есть красный у нас здесь, конечно Он тоже мытый, мне кажется Он тоже почему-то, мне кажется, мытый Вот так вот мы его И сейчас вот прям не жалея Вот не жалея Вот даже можно вот прямо слой вот такой вот целый Как красный лук вкусный просто А некоторые девушки говорят лук фи Фи? Фи Это китайские девушки говорят, видимо, это что-то означает Потому что я не знаю девушек, которые говорят лук фи Как я потом буду пахнуть, вот это вот Нет? Ну, какая разница Зато такое количество витаминов Так, я победил яйца Зато как ты будешь после этого выглядеть Андрей Макаревич победил яйца И мы приступаем вот к чему Выдавливание лука Я бы назвал этот процесс Сейчас мы его нарежем ровными кружочками Такими пачками Не порежься, я тебя очень прошу Что может быть для человека, который готовит, приятнее, чем вот этот процесс? Вот это да-да-да-да-да Что может быть приятнее? Расчленение вот это, да? Вот это Я прошу вас Благодарю Маэстро Вы доставили мне удовольствие О! О! Вы понимаете Плавно жулька Да-да-да-да Сейчас я попытаюсь отрезать еще кусочек Извини В принципе, я думаю, что Хватит Да Мне нравится, когда Вот Я уже, наверное, немножко крупновато порезал Ничего-ничего Сожрем Вот И, кстати, это принцип, по которому я в основном готовлю Ничего-ничего Сожрем Или сожрут Так Так, что у нас еще? Кроме палочек сельдерея Кроме палочек сельдерея У нас туда идет укропчик У нас пойдут туда оливочки Оливочки И маслиночки? Маслиночки у нас пойдут Соус Соус Это же просто доставляет удовольствие Я когда учился Вот так вот взять Нет, еще вот Хочется уже запустить туда руку Да-да-да Понимаете, да? И прямо Вот Но мы пока этого делать не будем Не будем Мы туда, предположим Порежем Дружка укропчик Укропчик Но вы Прочистите, ребят, что я здесь совершенно не нужен Андрей Он прекрасно справляется Могласись попросить выкинуть требуху от перепелиных яиц в ведро? А сейчас я попрошу вас сделать вот что Так Сыр, который вы называете Моцареллой? Вы называете его Буратой Я называю его Такая же Буратая, как и Моцарелла Да Поэтому я вас попрошу взять досочку И нарезать этот сыр Так Квадратиками Кубиками Не подумав, кубиками Вот обратите внимание, да? Вы видите все в трехмерное, а я Плоско Мы архитекты, мы можем объем Именно Да Интересно, что же это за сыр? Вы знаете, я сам Вот Мне казалось, что это именно такое сыр Что там на вкус? Вы скажите Напоминает сыр дружбы? Просто мне хотелось таким образом Нет Нет Это даже близко к моцарелле по вкусу Ну ничего Такой пресноватый он должен быть, да? Да Да И очень нежный Так что вполне Пресноватый и нежный Вот такие кубики падут Отличные кубики Ну туда вот это все Хватит кубиков? Я думаю, что Ну можно еще, но чуть-чуть Да Да хотя нет, наверное Хватит Да, пожалуй, хватит Прошу вас И вот сейчас Так Мы близки к развязке Так, к трагической Развязка, я имею ввиду, это Тунец? Да Так Это не когда одни люди, которые долго не выпивают, вдруг начинают выпивать Это когда тунец вместе с оливками отправляется в салат А я, кстати, не знал, что тунец сыром кладут в один салат Ну у нас еще есть время вынуть сыр, Андрей Нет, давайте уж не будем Вы знаете, да Давайте мы сначала оливочек туда Оливочек Сделайте это, прошу вас С щедрым движением сеителя Как-то так Да Виноградная косточка в теплую землю зароет Мне почему-то показалось Хотелось напить Достаточно, Андрей Еще буквально одну шт... А, в рот, пожалуйста, в рот сколько угодно Все, все Яйца Перепил ушечки Пошли яйца Оп Мы, девочки Хорошо, хорошо И... Лучше это на глазах В общем, с тунцом-то тут вот что Тунец вообще должен быть вот прямо размером с банку А не кусками? Вы не режете кусками, да? Не знаю, мне кажется, что он, ну, объемом Ну, бывают такие, не попадались такие Ну, это бы небольшой тунец Это хвостики Мы его... Мы его... Мы его сделаем... Вот возьмите одну штучку, смотрите Мы его сделаем приблизительно то же, что и с луком Расчленим Так Весело А что может быть вкуснее, чем косточки в рыбных консервах? Верно, мяконькие такие, да? Скажи, пожалуйста, чем заправляется это чудо? 98-м супер, хотелось бы мне ответить Маслом Каким? Растительным Причем немного, да? Вот смотри, вот как-то... Вот, пожалуй, что и все Да Вот так Да Мало того, кажется мне, что вы, коллега... Больны не мною Не собираетесь его перемешивать Вы собираетесь его оставить вот в такой первозданности Чтобы он перемешивался прямо в тарелке, нет? М-м-м, Андрей, мы не из этих Да? Соль, крупная соль Крупная соль обязательно В салатах не может быть мелкой соли Верно Крупной соли, ну, пожалуй Вот так Вы, Андрей, мы с вами рассказывали... Полчаса мы с вами разговаривали по поводу вот этого... Да, 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 да Я прошу вас это сделать Я не могу... Ну что вы Вот это? Вы полагаете вот это? Ну, давайте А как? Я бы это сделал... Я бы это сделал рукой Прошу Самое главное, когда ты рукой перемешиваешь салат Это остановиться ровно на той фазе, когда вот еще следующее движение И ты руку эту понесешь в рот с салатом Или когда ты еще не все раздавил Возьмем, пожалуй, вот эти приборы Какое-то людоедство просто Что вас натолкнула эта мысль? Перепелиные яйца или тунец? На самом деле, я бы не стал перемешивать, потому что очень красиво все лежало Чуть-чуть, там очень много огурцов снизу Ну вот Вот, пожалуй, так И вот Запах, который вы можете... Вот, прошу вас Вот этот запах счастья Ну что же его нюхать-то? Его не нюхать Его есть надо У нас вода вскипела? У нас вода вскипела Так Подожди, прежде чем вода вскипела Давай мы с тобой про барабаны поговорим Давайте Я вообще обожаю этнические ударные инструменты Коллекционирую их и привожу с всего света Так что это было приятное воспоминание Поскольку это Полинезия Они сделали там такой национальный парк Где все национальности Полинезии Показывают свое народное искусство Танцы Жутко приобщают к этому тех, кто пришел Причем самое трогательное, что на самом деле это студенты Которые давно уже учатся где-нибудь в Сарбоне или в Америке Нет, вот А таким образом они отрабатывают, значит, свою учебу Может быть я так на него смотрел И он увидел в моих глазах какую-то любовь Предложит вам купить барабан? Нет, он предложит Сыграть? С ним поиграть, да Вот он Негодяи Вот и вы Он меня вытащил, да Надели на меня юбку Дурацкую, надо сказать Посмотрите, сколько зрителей Да Тут же сбежали зрители, конечно Никогда не поворачивайся спиной кабаридера Да, да, да Слушайте, ну вы смотрите Вы абсолютно Не уступаете А ты понимаешь, какая штука? 36 лет В битгруппе Они все-таки как-то должны были сказаться Пожалуйста, да Вы ударили только что, да? Он стал на мой барабан залезать Я стал залезать на его барабан Он обиделся Еще одно правило Не залезай на чужой барабан Да, да, да В общем, если бы была физическая возможность Этот барабан оттуда утащить Я бы это сделал И прекрасный головной убор в подарок И после этого вы смогли принимать Некоторые программы российского телевидения Без телевизора, наверное Без телевизора Смотрел внутренним взором Давай засыпем макароны Давайте Вот скажем, вот такие Мне очень нравится их правильная геометрическая цилиндричность Когда я был маленький Это назывались рожки А еще были ушки такие Вот полукругленькие такие А вот советская макаронная промышленность Часто делала макароны По форме некоторых частей человеческого тела Да Ушки, ножки Ножки Ну и так далее, да Глазики Так, сейчас она у нас забурлит Угу Я ее просто приостановил Солим воду Вот пожалуй Или еще Я бы еще немножко посолил Они возьмут в себя Так Думаю, что на двоих более чем Да Сказал запас Сказал экономный Андрей Так, у нас есть минут восемь Пока будут вариться рожки Да А что, Андрей Может быть мы продолжим Ваши опыты с незнакомыми людьми Вступать в барабанные отношения Вы готовы предложить мне барабанные отношения? У вас в мастерской Есть одна интересная вещь Пойдемте, Андрей, мы покажем Припер ксилофон Да Именно Ты умеешь играть на ксилофоне? Я не принадлежу к тем людям Которые таскают всюду за собой ксилофон Не умея при этом на нем играть Играй Какая у тебя память с детства, а? Офигеть можно А? Давайте вдвоем сыграем Так А есть еще палки? Есть еще палки Так Так Например Да Пожалуйста Три Четыре Три Приятное в этом Это финальный аккорд У нас макароны Макароны Бежим к макаронам Скорее Так Слушай, они почти дошли А ведь нам надо соус сделать Нам нужно делать соус Для соуса Что мы делаем для соуса? Мы салат оставляем вот сюда И сейчас мы делаем Самый вкусный соус У нас есть два помидора У меня есть машинка Которая может превратить их в совершеннейшую пасту А нет машинки Которая может все сразу превратить в соус И мы поедим? Можем Мы прям вся Вот там можем сделать соус Я думаю, что мы так и поступим Так и поступим Соус простой Его не нужно варить Его не нужно Как вы понимаете Кипятить Ничего Кастрюли не нужны И это Самое прекрасное Я думаю, что еще вот так Раз И туда Раз Подожди, не много ли? Много Много Да, вы думаете? Думаю, убежден Три Туда мы еще добавляем Вот туда Да Бази Бази Базилик Вот он Вот Да В данном случае это ореган Но есть еще сухой Базилик Сухой ореган Да Ну мы туда добавим Сухого уже постфактум Ага Или можно добавлять Специи прямо вот туда Да нет, мне надо Так Ну я бы хотел все-таки сделать то Что, конечно, наверное, большинство из вас Я имею в виду телезрителей Не буду делать Но вот маслиночки Я бы хотел нарезать кружочками сам Давай Слушай, а ты знаешь, что вот там мало соли? Я попробовал макаронин Ммм Добавьте, пожалуйста Добавил Так, это все? Или сюда еще масло? Масло, да Оливковое же? Сюда оливковое же масло Такое ощущение, что вы готовили уже это блюдо Так, понеслось Ах, я так живу Бешеная машина, бешеная Все Все, все, все Что вы, что вы, что вы Чтобы пены не было никакой там Он готов Соус готов Готов Это истинная правда Теперь в этот соус мы добавляем вот это Можем прямо вот туда Можем ножичек вынуть, уже он не нужен Так Жидковатый соус такой получился Ну, сочные помидоры, извините Да Мы берем сыр, который мы хотели бы еще потереть Потереть? Все, пошло Безусловно Теперь мы берем Проверяем готовность Безусловно Так это чувствуется Приходит муж домой И мужина говорит Дорогой, я тебе приготовил рожки сегодня Рожки Твое любимое блюдо Ну как? 29 28 27 26 Это строчки из вашей новой песни, Андрей? Нет Это количество секунд, оставшихся до слива воды Ага Все Теперь мы берем Вот сюда Прямо вот сюда Прямо вот сюда Вот так Так Теперь мы сразу делаем Подожди, подожди, а не соус сначала? Не-не-не-не Сначала мы вообще вот это Рукола? Салат рукола, да Поверх макарон, да? Да-да-да-да Да-да-да-да-да Все-таки вот что-то, тяга к чему-то прекрасному Так Присутствует Поэтому никогда не занимайтесь этим, друзья Когда вы готовите для друзей Вот сейчас мы готовим как бы все равно Вот никогда я не делал вот подушку из руколы Перед тем, как залить соус Клянусь Ух ты А по краю сырком, да? Да-да-да-да Это мне неприятно самому, извините Я никогда подобной ерундой не занимался Соус съедался еще в процессе приготовления Выпивался макаронный отвар Макароны выбрасывались и шли все спать Вот так обычно все происходило Прошу вас Вот на дворе практически осень А у нас весна Задалось Эта Замечательная Соковыжималка Ну ничего себе Да? А теперь прощаемся Счастливо, ребята, пока Пока! Субтитры сделал DimaTorzok